Так, у меня здесь какое-то переплетение, да? Да, давайте переплетение собирать. Мне очень хорошо, да? Шесть костей в мастях, а в лайнерах, извините. В мастях у меня пять костей. У меня одиннадцать костей на переплетение. Да, я оставляю двойку-восьмерку в символах, четверку-семерку в точках-девятку в бамбуках. Я выкидываю четверку бамбуков и двойку символов. Мне нужны тройка-шестерка бамбуков, пятерка символов, единичка точек и зеленый. Да, считаем, сколько мне нужно. Три-шесть, пять-один, зеленый. Пять костей. Все правильно, да? У меня две лишних. Нужно пять костей. Когда я выхожу на просящую руку, я остаюсь с трехсторонним ожиданием. Я выбрасываю сейчас, вот, отлично, двойку. Так, у меня будет большое переплетение. Если я возьму, если я возьму какую-то кость, это будет кость в масте какой-нибудь, да, что угодно, я тогда собираю большой переплетение. Ну, это четыре очка. Так, так, так. Ну, нет, спасибо. На драконов я уже не закладываюсь. Драконы, конечно, это здорово, но мне ближе переплетение. К тому же, я не знаю, красный вообще будет, не будет, где-нибудь. Придет мне со стены красный или не придет. Или, может, сейчас игрок справа соберет какие-нибудь там полуизобилие на точках. Да, очень похоже на полуизобилие на точках. И на красный. Я никакого красного не получу. Четверка безопасная должна быть так. Единички и точки, я надеюсь, все-таки мне какие-нибудь придут. Ну, в конце концов, я могу и без единички обойтись, да? Мне нужна пятерка символов. Тройка, шестерка. Вот красный, пожалуйста, да? Он идет. Да, направо он идет, и я оставался бы без красного. Если бы оставлял зеленого и начинал бы метаться, да? Пытался бы как-нибудь сохранить дракончиков. Данной ситуации это не нужно. Еще одна четверка. Так, у игрока, смотрите-ка, много костей в мастях. Это, кстати говоря, может быть и могут быть все типы. Просто у нее есть уже сет в точках. Ей хватает этого сета. У нее ничего, там больше нету в точках, не заходит. Вот, я на просящую выхожу. Я накидываю, да? Нет, просто, просто панк. Просто я жду, значит, тройку, пятерку, единицу. Да, беру с лидера причем, кстати, смотрите. Да, она, значит, точки собирала. У нее семерка, ну, у нее была же просящая рука на семерку точек. Турка, справа. Так, игрок слева собирал внешнюю руку. Игрок напротив собирала все типы, скорее всего. Да, судя по всему. Что здесь интересного? Так. Ну, давайте. А, даже так. Быстро. То есть я быстро решил взять Чоу, и она быстро решила взять панк. Так, что мне это дает? Значит, я могу выбросить девятку бамбуков спокойно. Потому что в последнюю восьмерку я, вероятно, дождусь. У меня, значит, семерки символов... Семерки бамбуков, извините. Семерки бамбуков будут на паре. Вот и отлично. А может, пять-шесть сем я соберу. Может быть, даже пять-шесть семь, кстати, да. И у меня смешанное тройное Чоу. План на один-два-три. Смешанное тройное Чоу. Я выкидываю сейчас, скорее, девятку. Да, вот давайте вот так и сделаем. Отлично. Вот у меня сложилась структура. Все. Все, простая рука. Тут думать особо не над чем. Я выбрасываю семерки. Жду единицу бамбуков, тройку символов, единицу точек. Все. Смотрим, что у игроков творится. Белый вообще не нужен. Значит, игрок слева сбросила восьмерку бамбуков, сбрасывает символы. Берет они Ра. Берет, скорее всего, точки. Это у нее полуизобилие на точках, вероятно. Единичка бамбуков. Единичка бамбуков. Очень интересно. Тут задумался над ней. Так, второй вариант можно продумать. Два, три, четыре. Вот. Значит, я сбрасываю сейчас четверку символов одну. И может быть у меня получается что-то из разряда два, три, четыре. Вот так давайте-ка я сделаю. Я буду рассчитывать и на единицу, и на четверку. Очень удачно зашла вторая семерка, да? На пару. А как раз вот, да, со сносом этих единиц. Я могу поиграть на ожидании четверки. Мяусь будут все простые, кстати, при этом. Пятерка символов. Если я беру три, четыре, пять. Нет, я не вижу смысла в три, четыре, пять на самом деле. Вот. Давайте-ка я лучше вот так сделаю. Вторая единица. Ну ладно, кто-то задумался, но не нужна никому. Так, а что у меня будет с последней единичкой точек, кстати? Смотрите, как вы видите, последняя единица. Последняя единица точек, это у меня последняя кость в сечоу. Последняя кость в сечоу, короткий ряд, смешанное двойное. Вот, как у меня работает последняя единица. Так, так, так. Что вот игрок напротив такой интересный собирает? Наверное, верхний у неё там. Хотя нет, подождите, семерку точек она скинула. Сейчас, кто у нас там из Италии кто-то, да? А, это мальчик, извините. Килмау. Чилмау. Не знаю, как это читается по-итальянски. И по-итальянски или вообще. Нет, вот, например, игрок из России, я взял себе английский ник. Так, вот слева от меня есть игрок из России, просто фамилия. Справа игрок из Нидерландов. Вот у неё что-то такое тоже. Так что, как угодно может это читаться всё. Так, подождите, она точки выбрасывает. Она собрала чоу точек и выбрасывает точки сейчас. А не все ли типы у неё там собираются? Очень интересно. Чем для меня это может быть полезно? Тем, что она сейчас выбросит четвёрку точек, например. Вот это предпоследняя единица, я на ней не побеждаю. Так, подождите-ка, игрок слева, справа. Игрок справа всё это время держал пару единиц бамбуков, да? Ну, окей. Семёрка прошла. Что ж она там собирает такое? Вот она, да, пара единиц. Почему она задумывалась как раз тогда над теми единицами бамбуков? Брать на панк или не брать? Ну, у неё что-то интересное получалось. Сулфом зашла последняя кость. Да, все типы всё-таки у игрока слева были. Восток или тройка? Тройка одна была у меня. Одна в стене. Верхний игрок собирала. Игрок справа. У неё были 4-5. Переплетение мне здесь не нужно. 2-3-4. 3-4-5. 4-5-6. 4-5-6 нужно набрать в символах тогда. Так, я выбрасываю анира. Они здесь совершенно лишние. Может быть что-нибудь получится с закрытыми пангами просто. Все простые. Закрытая рука. Два закрытых панга. Вот что-нибудь из этой серии. Так, опять завис игрок слева. Мы по 5 пересели, да? Теперь лидер напротив. Тормоз слева. Бывший лидер справа. Так. Я выбрасываю анира. Потом я выбрасываю скорее всего девятку точек. Не вижу смысла этой девятки точек. И мне нужны будут тройка точек. Четвёрка, шестёрка символов. И что-нибудь на четвёртый сет. Да? Панк четвёрок или панк восьмёрок, например. Так. 1-2-3 можно сделать, кстати. Вот, да? Здесь может быть развилка. 1-2-3 или 4-5-6. Но. 1-2-3 это уже будет не все простые получатся. Вот так. 2-3-4, 3-4-5, 4-5-6. Чистые смещённые чё могут собраться, да? Я пятёрку эту не взял. Но я зато взял вместо неё тройку со стены. Если сейчас игрок слева будет мне накидывать хорошие к, давайте я возьму. Мне нужно будет 2-3-4, 3-4-5 ещё объявить. Посмотрим, что получится. Так. Тогда символы мне не нужны. Тогда мне нужно 2-3-4 скорее собрать. Ну, пока подержу единичку. Бамбуков. 1-2-3. Не, ну, тогда единичка мне бамбуков поедения нужна вообще. Ну, если заходит вторая, то это может быть мой четвёртый сет. Панк-восьмёрка или панк-едениц. Посмотрим. Ну, в принципе, единица самый такой первый кандидат на снос. Кроме, конечно же, лишних аниров. Так. Игрок слева рано выбросил восток. Свой ветер. Но при этом взял панк южных ветров. Отлично. То есть, он, скорее всего, собирает все типы. Все типы. Бамбуки он мне накидает. Если быстрее не соберёт руку. Так. Ну, все, в общем-то, специалисты собирания рук. Так что, здесь уже больше везения вылезает. Да, вот парадокс. Вроде бы, игра на умение. Называется коммерческая игра. Да. Та, в которой нужны и везения, и умения. А когда сталкиваются примерно равные противники, то все равно, все-таки, везение начинает играть гораздо более заметную роль. Семерка точек. А, вот он что делает. Все-таки пол изобилия он хочет. Давайте, пока не поздно. Я сброшу эту двойку. Ну, кстати говоря, у меня могут быть и смешанные, может быть, смешанные тройные чоу. Да, я беру четвёрку символов, я беру шестёрку точек. А как я беру шестёрку точек? Две шестёрки уже сброшены. Я, может быть, беру тройку точек и семёрку символов. Ну, посмотрим сейчас. Я бы, скорее, сейчас выбрасывал точки. Давайте. Шесть, семь. Так, я выброшу, пока они не стали опасными против него. Мне нужна ещё одна пятёрка и двойка. А единица может идти направо, но не идёт. Так, давайте-ка я выброшу четвёрку, пока не поздно. Отлично. Ну, да, опять же, я собираю дорогую руку, потому что это выгодно. В моей ситуации это критично. Семёрка точек никому не нужна. А что же игрок тогда может ждать? Зелёного он может ждать, игрок слева. Зелёного. И всё. Так, двойку я взял. Теперь я жду пятёрку. Желательно со стены, конечно же. Но в данной ситуации со сноса тоже можно. Последнюю двойку я беру. Нет. Третья двойка. Последнюю я беру, потому что у меня получается последние кости. Чего все простые. Четвёрка символов не нужна. Конечно, будет мизер с последней двойкой. Не очень приятно. Ну, хоть что-то, да? Хоть какой-то шажок вперёд. Опасная кость. Хотя... Нет, третий девятка. Третий выброшенный девятка, в принципе, не очень опасная. Вот белый второй, да. Нет, это не моё. Белый все в стене ещё, что ли? Ну... Куда зелёный? Никуда зелёный не идёт. Повезло мне. Никто зелёного не ждёт в итоге. Ладно. Так, пятёрка должна быть ненужная никому. И что же игрок справа такое собирает? Не открывает руку. Выбрасывает анира. Выбрасывает какие-то кости. Не понимаю, извините. Что ж там такое-то? Что он пытается собрать? Какие-то точки ждёт игрок слева, видимо. Очень интересно, какие. Шестёрка символов. Прокинута ненужная. Так. Два-три... Пятёрку не ждёт игрок слева. Два-три-четыре. Бамбуков у кого-то всё-таки застряли, да? Непонятно. Тринадцать костей в стене. Ну, наконец-то. Хоть сэлфом взял. Так, пары собирал игрок справа. Понятно. Игрок слева вообще не был напросящий. Игрок напротив тоже не был напросящий. Ну... Ладно, сэлфом. Последнюю кость всё-таки взял. Так, и... Здесь опять переплетение, да? Один, четыре, семь. Шесть, пять, восемь. Ну, давайте так попробуем сыграть ещё с переплетением. Да? У меня шесть в мастях и четыре в унирах. Десять костей. При том, что я на последнем месте, мне хорошо бы взять эту руку со стены. А может быть получится, кстати, чистый ряд. Посмотрим сейчас. Ну, чистый ряд... Чистый ряд получается подешевле, чем переплетение. Кстати говоря, я как-то считал вероятность, или никак не вероятность, а это называется средняя стоимость переплетения. То есть, есть же три варианта переплетения. Когда у вас большие, благородные и переплетённые. Семь онеров и, соответственно, семь в мастях. Потом есть вариант, когда у вас малые и благородные переплетённые. Это шесть онеров и восемь в мастях. И есть, значит, что называется суперпозиция. Малые и благородные переплетённые и переплетённый ряд. Это пять онеров и девять в мастях. Вот первый и третий варианты стоят по 24 очка. Второй вариант стоит 12 очков. Но они заходят с разной частотой. И получается, что средняя стоимость переплетения, в зависимости от того, что вам зашло... Точнее, независимо как раз от того, что вам зашло, получается около 20 очков. То есть, в среднем вы можете рассчитывать взять на переплетение очков 20. Плюс цветы. Плюс, возможно, последняя кость. Вот, какие-то единицы заходят. Два красных уже вышли. Два запада вышли. Два красных, два запада. Девяток не вижу. Троек не вижу. Ладно. Давайте подождём чего-нибудь со стены. Шестёрка не нужна. Бамбуков у меня уже всё есть. Так, если я беру с элфом, например, 24 очка, это будет 28. 28. С каждого по 36. Мне 108. Я должен обогнать лидера. Девятка. Неудачно складывается. Так, что-то у меня... Что-то у меня затормозилось развитие руки. У меня две кости. До просящей. И переплетение... А, вот, наконец-то. Переплетение может застопориться в любой момент. Так, двойка точек. Одна открыта. Девятки символов. Три открыты. Тройки символов не вижу. Два красных открытых сброшены. Ну, если я возьму на последние девятки с элфом, это будет здорово. Но сосносы я не уверен, что мне сосносы это нужно. Вот я выкидываю единички точек. Может быть, игроку напротив они нужны. Но они заходят зачем-то мне. Видимо, чтобы игрок напротив их не получил. Так, у неё там, видимо, полное изобилие образуется на точках. Неплохо. Пятёрка бамбуков уже вторая. А кому, может быть, нужно? Ну, наконец-то. Вот, теперь я жду... Ага, ограбление Конга. Ну, давайте. Ладно. Ограбил Конг. У меня... Третье место, извините. Ну, по look. Парк. Чё здесь. Третье место. Третье место. Чё здесь belong? У вас ушло. Это всё время. С الاщито.